Сопротивление к геноциду. В измаильском историко-кровеческом музее Придунавия прошла презентация передвижной исторической выставки. Директор музея Ольга Тирон рассказала, что экспозицию подготовил Украинский институт национальной памяти. Побывала она уже во многих городах Украины. В Измаил прибыла из Кельи. Материалы представлены здесь уникальные. Многие из них не видели раньше. Свет, фотографии, документы. Сложное, трудное время пережил наш украинский народ. Время борьбы, время становления, борьбы за жизнь, с оружием в руках, за жизнь и свободу, за независимость. Материалы, расположенные на 18 стендах, представляют обе стороны трагедии. Есть копии отчетов ГПУ, отрывки из тайной переписки и закрытых циркуляров власти, а также письма и дневники свидетелей голода. Фотографии крестьян, руководителей восстаний, изъятого оружия. Протоколы их допросов показывают, что сопротивление к геноциду было массовым и длилось годами. По статистике, в 1932 году 56% восстаний произошли именно в Украине. О документах и фотографиях, значительная часть которых обнародована впервые, подробнее рассказала научный сотрудник музея Мария Вакуленко. Центральная Рада Украинской Народной Республики выдала четвертый универсал, проголосивши Украину самостоятельной независимой страной. Однако, суверенитет и территориальная целостность Украины стали жертвой агрессивных спрямов большевистской власти. Часть представленных документов взята из архива СБУ. На их основании организаторы выставки делают вывод, что именно страх перед украинским освободительным движением толкнул Сталина и его окружение к совершению преступления голодомора геноцида 1932-1933 годов. Он был многоходовой карательной операцией, направленной против украинской нации, поскольку ее возрождение представляло угрозу существованию коммунистической империи. Ознакомиться с уникальными документами пришли сотрудники Измаильского музея Суворова, журналисты и работники городских библиотек. В Измаиле выставка пробудет до 15 февраля. Затем она уедет в Рени. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабетова.